Добрый день. Скажите, пожалуйста, если ТТГ повышен 4,2, а Т3 и Т4 в норме, это повод бежать к эндокринологу беременность в 12 недель? Не то чтобы бежать, но повод обратиться к эндокринологу. Во-первых, если такая ситуация идет, значит, вы должны обязательно сдать анализ на антитела к тиреоидной пероксидазе, к ТПО, либо, и желательно также посмотреть антитела к тиреоглобулину, как-то хоть чаще, то есть редко бывает такая ситуация, когда бывает изолированное повышение антител к тиреоглобулину без антител к тиреоидной пероксидазе, но почему-то в последнее время все чаще и чаще приходится такое видеть. То есть проверяем, есть у вас или нет аутоиммунотереидит. В витаминном комплексе, который вы принимаете, должен быть йод в дозе 150-200 микрограмм в сутки, это профилактическая доза. Если в вашем витаминном комплексе этого нет, тогда подключаем обязательно йод, потому что иногда это бывает на фоне такого мягкого йода дефицита. Само по себе повышение не настолько велико, но обычно, в общем-то, здесь я с этим согласен, что вот эта вот тенденция к субклиническому гипотериозу является фактором, который вполне оправдывает назначение маленьких доз эльтероксина. Но важно, чтобы просто разобраться, в чем проблема. Иногда, кстати, оказывается латентный гемохроматоз, которым мы очень интенсивно занимаемся в последнее время, тоже является фактором, который может вызывать избыточное накопление железа в щитовидной железе и создавать проблемы при отсутствии каких-либо антител. А клиника будет вот именно такая, что клиника субклинического, ну, лабораторная картина субклинического гипотериоза. Редактор субклинической А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова